Детская гематология Детская гематология Детская гематология козом группы высокого риска. Конечно же, все они транспландированы были с традиционными режимами кондиционирования, то есть с милооблативными. И большинство из этих детей имеют различные проблемы, в том числе обусловленные негативным вкладом самой трансплантации и режима кондиционирования. Это прежде всего поражение эндокринной системы, фертильной функции, роста, развития ребенка. Самое неблагоприятное из всех воздействий – это, конечно, тотальное облучение тела, которое, кроме всех перечисленных, имеет и такие осложнения, как задержку роста, нарушение зрения. Как же быть в такой ситуации? Необходимо смещать наше воздействие с цитотоксического эффекта на иммуноадаптивный эффект, который в свое время пропагандировал профессор Борис Владимирович Афанасьев, который является идеологом и вдохновителем применения режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью в нашей клинике и который предлагал рассматривать проведение аллогенной трансплантации с риками как плацдарм, как базу для последующей реализации иммуноадаптивного эффекта. История применения риков начинается с прошлого столетия. И на слайде вы видите основных ученых, которые внесли свой вклад в то, чтобы основной механизм трансплантации в виде иммуноадаптивного эффекта реакции трансплантат против лейкоза рассматривался как основным рабочим инструментом гематологов в борьбе с лейкозом. И с каждым годом количество трансплантаций с риками увеличивается. И по отчету группы IBMT, опубликованным в 2019 году, мы видим, что одним из трендов наблюдаемых является то, что количество рик увеличивается с каждым десятилетиям. Конечно, в большей степени это охватывает взрослое население, но и первые сообщения о применении риков у детей относится к 2010 году. Это кооперативное исследование, куда вошли и наши данные о использовании режимов кондиционирования достаточно эффективно у пациентов с острым лимфобластным лейкозом группы высокого риска с Эльвич-группой. В дальнейшем эти режимы активно использовались прежде всего у пациентов с наследственными заболеваниями и очень мало сообщений о том, как они используются у пациентов с острыми лейкозами. Но в статье прошлого года, японской статье, мы видим о том, как были обследованы пациенты, в свое время получившие рики, и у большинства девочек, перенесших такой вид трансплантации, сохранилась функция яичников после трансплантации, что немаловажно. Таким образом, цель исследования – проанализировать эффективность различных по интенсивности режимов кондиционирования, применяемых при аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей с острыми лейкозами. В нашу группу вошло 458 пациентов в возрасте от полугода до 18 лет, медиа на 11 лет, с острым лейкозом группы высокого риска, которые получили трансплантацию с 2000 по 2019 годы. С января 2003 года у детей с острым лейкозом группы высокого риска мы применяли режимы кондиционирования со сниженной интенсивностью. На слайде представлены режимы, которые мы используем, а все они на основе химиотерапии. 64% – это милоаблативные, и 36% – это режимы со сниженной интенсивностью. Вначале показания для проведения трансплантации были ниже перечислены и определяла необходимость и возможность проведения с риками, прежде всего, соматическое состояние неблагополучного пациента. В дальнейшем наши взгляды на это немного поменялись, и я вам об этом покажу позже. На слайде представлены характеристики пациентов с острыми лейкозами, вся группа. И обращаю ваше внимание на то, что треть пациентов находились в стадиях, в которых проведение трансплантации затруднено, это вне первой и вне второй ремиссии. Но при этом группы были сопоставимы между собой, отличались исключительно только по соматическому состоянию, определяемому с помощью индекса Солонского. И переходя к результатам, первичное неприживление в группе пациентов с УМЛ у 16%, с группы острым лимфообластного лейкоза – 12%. Почти все эти пациенты были с непрерывным прогрессирующим течением заболевания на момент трансплантации, что обусловило их состояние. У всех остальных зафиксировано было приживление в различные сроки, и мы видим общую выживаемость пациентов с острым лимфообластным лейкозом и с острым миелоидным лейкозом в зависимости от стадии на момент проведения трансплантации. И проведение трансплантации в состоянии первой ремиссии либо второй – достаточно эффективная процедура, в отличие от всех других стадий трансплантации. И несколько слов о общей выживаемости пациентов с младенческим лейкозом в контексте применения РИК и МАКов. Конечно же, этот вариант лейкоза требует достаточно интенсивного лечения, и традиционными для них являются также режимы кондиционирования, аблативные. Но наше пилотное исследование, где мы применили РИК у нескольких человек, и он показал такую же хорошую эффективность по общей бессобытийной выживаемости. И переходя к общей группе пациентов с острым лимфообластным лейкозом, медиа на наблюдение за пациентами больше 5 лет, количество пациентов – 235 человек. Опять же, обращаю ваше внимание, что у третьей из этих пациентов было выполнено каплоиндетичное трансплантации количество, и удельный вес именно этого вида трансплантации у детей растет более высокими темпами, чем у взрослых. Но остается достаточно большой группа пациентов с Эльвич-группы, которая от года к году уменьшается, но все равно количество этих пациентов достаточно высокое. Таким образом, общая выживаемость или событийная выживаемость пациентов с острым лимфообластным лейкозом составляет 56,65% и не имеет достоверных различий ни по общей выживаемости, ни по бессобытийной. Мы провели многофакторный анализ и выявили факторы, влияющие на общую бессобытийную выживаемость детей с острым лимфообластным лейкозом, которым выполнили трансплантацию с аблативными режимами. Самый значимый фактор, как я уже говорила, – это стадия на момент трансплантации и самый благоприятный период выполнения – это первая ремиссия. Возраст на момент трансплантации от 0 до 10 – это самый лучший возраст с лучшими показателями по общей бессобытийной выживаемости, что тоже характерно для лимфообластного лейкоза. И наличие острой РТПХ первой и второй степени также улучшает эти показатели у данной группы пациентов. Что касается факторов, влияющих на общую бессобытийную выживаемость детей с лимфообластным лейкозом после РИКа, помимо стадии на момент заболевания, которые также являются важными, выявили следующий фактор – это период выполнения логенной трансплантации. И при разделении пациентов на две группы – ранний и поздний период выполнения, то пациенты, которые мы выполнили за последние десятилетия, общая выживаемость достаточно выше, когда мы проанализировали, с чем это связано, и оказалось, что больше пациентов попадает в эту группу с хорошим соматическим статусом, в хорошем соматическом состоянии, что обуславливает такие хорошие цифры выживаемости. Мы сравнили с помощью конкурирующих рисков риск развития рецидива и летальность обусловленную трансплантацией в обеих группах РИК и МАК, и получились, что они имеют между собой достоверных различий. Но при этом рецидив остается основной проблемой, гострансплантационный рецидив остается основной проблемой и является основной причиной летальности. Частота встречаемости рецидива в группах РИК и МАК была одинакова, и частота напрямую зависела от того, в каком состоянии, в какой стадии заболевания выполнена трансплантация. И, соответственно, когда трансплантация выполняется в первой или во второй ремиссии, в той и в другой группе риск развития рецидива не превышает 30%, при этом возможно достижение повторной ремиссии и достаточно длительной. Факторы, влияющие на риск развития рецидива. В группе МАК при однофакторном анализе было выявлено влияние стадии заболевания, наличие острой РТПХ, источник гемопоэтических стволовых клеток, но уже при проведении более детального многофакторного анализа мы увидели, что самыми значимыми все-таки факторами является наличие РТПХ и стадия заболевания. У пациентов из группы РИК самым значимым фактором был наличие острой РТПХ. У пациентов группы острых нейлоидных лейкозов 161 пациент, длительность медианного наблюдения 5 лет. Также отмечаю, что большое количество гаплоидентичных трансплантаций и 30% пациентов, которым выполнилась трансплантация вне первой или вне второй ремиссии. Общая выживаемость при этом пациентов составила 70-65% и не имеет достоверных различий в группе МАК и РИК между собой. Факторы, влияющие также стадии на момент трансплантации, здесь обращаю Ваше внимание, что благоприятным приютом является не только первая, но и вторая ремиссия, наличие острой РТПХ первой-второй степени, развитие рецидива и появление минимальной остаточной болезни после аллогенной трансплантации вносит свой негативный вклад и отрицательно влияет на показатели общей бессубъективной выживаемости. И индекс Корновского-Лиланского является таким же влияющим фактором. На пациентов, у которых выполнена трансплантация с режимами кондиционера со сниженной интенсивностью, та же тенденция прослеживается, здесь я уже представляю данные пациентов с острым миелоидным лейкозом, что период выполнения имеет значение, и индекс Ланского, то есть соматический статус. Частота посттрансплантационных рецидивов при МАКах и РИКах также в этой группе показали одинаковую частоту, и риск развития рецидива одинаковый, и напрямую зависящий исключительно от стадии на момент выполнения трансплантации. Факторы, влияющие на риск развития рецидива, это в данной группе именно для пациентов с острым миелоидным лейкозом, это наличие хронической РТПХ, как с РИКами, так и с МАКами. Немного об осложнениях. И ранее наиболее часто встречающиеся осложнения – это острый РТПХ. Мы также сравнили группы в зависимости от режимов кондиционирования. Мы видим, что нет достоверных статистических различий возникновения острой РТПХ и в острой РТПХ 3-4 степени. Мы проанализировали ранние осложнения, и, как и ожидалось, и это логично, что токсических осложнений в группе МАК было достоверно выше. По другим осложнениям таких различий мы не получили. И, переходя к уже отдалённым последствиям, несколько слов о хронической РТПХ, которая также с одинаковой частотой отмечалась в группе РИК и МАК при остром лимфобластном и миелоидном лейкозе. Но при этом обращаю Ваше внимание, что хроническая РТПХ, как некий маркёр реакции трансмодат против лейкоза, в данном случае для наших пациентов, она даже является положительным фактором, влияющим на общую бессобытийную выживаемость. Как при РИКах, так и при МАКах наличие РТПХ улучшает выживаемость. И мы проанализировали отдалённые последствия, мы оценили нарушения роста, которые достоверно реже наблюдались у пациентов после режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью, а в группе режимов аблативных мы видим отклонение от двух и более стигм. При этом, когда мы наблюдали восстановление по изменению длины пациентов через 5 лет, через 10 лет после трансплантации, то видим, что после МАКов происходит чаще всего замедление восстановления длины тела, и пациенты, перенёсшие аблативные режимы, не восстанавливают свои параметры роста. По эндокринным нарушениям, которые мы проанализировали у пациентов с острым лимфобластным лейкозом в группе высокого риска после трансплантации, и мы проанализировали нарушение гипофункции щитовидной железы и надпочечниковой недостаточности, также получили достоверные различия. В группе пациентов с аблативными режимами их было достоверно больше. Но и, переходя к выводам, хочу сказать, что у пациентов в обеих группах их эффективность, оцениваемая по общей бессобытийной выживаемости частоте и риску развития рецидива, также по трансплантационной летальности, сопоставима между собой. После аллогенной трансплантации с РИК меньше риск ранних токсических осложнений, но и также отдаленных последствий. Ввиду этого у детей с острым лимфобластным и острым лейлоидным лейкозом в группе высокого риска применение РИК в качестве режима кондиционирования несомненно является целесообразным. Спасибо за внимание.